Добрый день, Константин. Какую компанию представляете? Здравствуйте. Представляем компанию Sunreach. Это универсальная платформа лояльности, ориентированная на удержание клиентов в сети, привлечение новых и также увеличение повторных продаж собственного бренда. Ваша цель присутствия здесь – это продвижение ваших услуг? Да, конечно, безусловно. Каким образом осуществляется удержание клиентов? Разные инструменты или есть нечто общее? Я понял. Смотрите, здесь мы больше отталкиваемся от потребностей ритейла. То есть мы довольно-таки гибкие, мы не предоставляем цельный продукт. То есть у нас есть несколько сценариев, как мы можем привлечь клиента, как мы можем привлечь его на повторную покупку, либо как мы его можем удержать в сети. То есть здесь мы больше подстраиваемся под бизнес. То есть под нужды бизнеса, под конкретные нужды – конверсия или удержание? Да, все верно. Смотрите, ритейл в последние годы меняется очень стремительно и очень быстро. По вашему опыту, какие технологии наиболее востребованы у участников рынка? Ну, я думаю, что в наше время привлечь клиента в бизнес – это не проблема. То есть сложнее, чтобы клиент совершил повторную покупку, либо удержать его в самой сети. То есть мы на этом акцентируем свое внимание, для того, чтобы, так сказать, это было легко и индивидуально для каждого. А есть ли какой-то вариант, какое-то суперрешение, как привлечь клиента, чтобы он совершил вторую покупку? Вот именно вторичная продажа? Да, конечно. То есть у нас есть такой сценарий, то, что клиент, получив бонусы, и дабы он больше не нуждается в услугах этой компании, ну, он нуждается априори в другой услуге. У нас предусмотрена биржа, на которой может произвести конечный потребитель, клиент, обмен бонусами на актуальные его. То есть, получается, мы в бизнес приводим нового клиента, также совершается повторная покупка. Таким образом, получается, что у одного человека есть бонусы, например, на бытовую электронику, у другого, например, на какие-то образовательные курсы, и они, найдя на вашей платформе, ну, необходимые им скидки и бонусы, могут просто обменяться безвозмездно? Да, конечно. У нас в платформе предусматривается, то есть я, как конечный потребитель, как пользователь, я полностью имею полное управление над своим балансом. То есть меня не привязывают, как сказать, ну, у меня есть бонусы конкретной сети, но я их могу обменять на актуальные. Тем самым две сети получат клиентов, и достаточно быстро. Да, это очень удобно и для клиентов, и для продавцов это же решение. А вы являетесь посредником, который помогает этому существовать. Да, конечно. То есть мы разработали целую экосистему, мы сделали ее доступной как для ритейла, так и для конечного потребителя. То есть нам не важны размеры бизнеса. То есть у нас единые условия, они доступны для всех. Это очень удобно. Немного вопросов из области ритейла. Сейчас российские и китайские онлайн-магазины ведут ожесточенную борьбу. Это ни для кого не секрет. Ваш совет, ваши мысли, как помочь нашему ритейлу? Ну, нужно, наверное, идти в ногу со временем. В любом случае Китай нас маленько обережает по маркетингу. То есть у них много чего используется, чего у нас нет, но уже внедряется. То есть нам нужно смотреть туда и делать это у нас в России. И последний вопрос. Какие, на ваш взгляд, самые острые проблемы стоят сейчас перед игроками рынка электронной коммерции? Я думаю, все-таки самые острые проблемы – это повторные продажи и также удержать клиентов в сети. То есть это достаточно тяжело. Сейчас, которые есть решения на рынке, они больше ориентированы, что есть продукт, возьмите, пользуйтесь. Мы его не будем под вас перестраивать. Если вам не нравится, ну, это ваши проблемы. В этом плане мы достаточно гибкие. То есть мы можем подстроить продукт под конкретный ритейл. И для нас неважно – это продукт, услуга, производство, либо B2C рынок. То есть в этом плане мы открыты для сотрудничества и довольно-таки мы гибкие. ЕКОМ ЭКСПО 2019 Ритейл.ру Фирма 1С